Михаил, а личные трансформации при обучении в школе неизбежны? Вот этот вопрос, и меня удивило, что было много вопросов таких. Нельзя ли обойтись без трансформации? А неизбежны ли трансформации, а будут ли трансформации, дорогие? Это вопрос, который просто я вот смеялся, удивлялся, изумлялся. Дорогие, если вы идете на какое-то обучение, на любое, не только ко мне, если на этом обучении нет трансформации, если ты остаешься в зоне комфорта, слушай, у меня есть откровение для тебя. Грош цена такому обучению. Если на обучении нет трансформации, грош цена этому обучению. И бегите от этого наставника, как от чумного, просто прячьтесь от него. И никогда его не слушайте. Потому что для перемен жизни, для того, чтобы войти в новый модуль, в новую реальность, в новый виток своей жизни, нужны другие убеждения, нужны другие нейронные связи. И невозможно внедрить новые нейронные связи, новые убеждения без трансформации. Потому что старое должно уйти, а новое должно прийти. Поэтому задайте себе вопрос, а чего на самом деле я хочу? Если ты хочешь оставить все как есть и учиться в школе, не получится. Тебе моя школа не подходит, наша школа. Но если ты готов меняться, готов к трансформации, тебе будет интересно. Будут приходить перемены, будут приходить инсайты, будут приходить откровения, будут приходить озарения. Ты будешь меняться и внутренне, и внешне. Те люди, которые учились в моей школе, они говорят, я до школы и после школы это два разных человека. Я не знаю, что мне говорить о трансформациях. Я вот, знаете, выписал, одна выпускница написала, и я бы никогда, знаете, я бы никогда не придумал такой текст. Это такой текст, его не придумаешь. Это когда человек прожил. И вот насчет трансформации ученица пишет. Я выписал это себе, видите, шпаргалку. Я пришла в школу. Это касательно трансформации, которая проходит в школе. Я пришла в школу, потерянная, изнемогающая от усталости, лишенная желаний и перспектив. С трудом вообще записалась в эту школу. То есть не было вот ни эмоций, ни желаний, ничего. В изнемождении. Теперь моя жизнь – это огонь. Я все успеваю. Я полна сил и идей. Меня на все хватает. И на работу, и на мужа, и на детей, и на родителей. Но самое главное – я стала любить. Я люблю себя. Я люблю этот мир. Я люблю Всевышнего. Я люблю людей вокруг, которых теперь вижу гораздо больше, чем унылые тела, шаркающие в неизвестность. Теперь я живу в наслаждении. Я научилась получать ответы от Творца. Я научилась понимать подсказки ангелов, призывать их на помощь и получать реальную помощь в разрешении разных вопросов в своей жизни, на работе, а также при проведении сессии, очищения, ангелотерапии и энергокоррекции. У меня начало раскрываться и распаковываться ясновидение. Я научилась чувствовать архангелов и физически различать их энергии. И на внутреннем экране, на внутреннем экране – это с закрытыми глазами, я вижу ангелов и архангелов и их действия. В школе меня научились выстраивать свое пространство и получать желаемое. И главное, то, о чем я мечтала всегда, у меня получается энергокоррекция. У меня на практике уже получилось снимать острую боль, делать коррекцию позвоночника, вытягивать руки и ноги при сколиозе и помогать больным животным. А еще мне теперь не нужен зонт, так как в школе я научилась договариваться со стихиями природы. Дождь реально останавливается, пока я на улице, а ветер приостанавливается. Не поверите, но я научилась стирать с неба облака. Вот такой прекрасный отзыв, и я без изменений его просто выписал, и решил вам прочитать. Дорогие, и действительно у нас есть практика, мы учим облака растворять, стирать, и когда вы будете учиться, мы вас этому научим. Друзья, изменения происходят в энергиях, и изменения происходят в мышлении, в нейронных связях, в убеждениях. Иногда это затрагивает физику, потому что любая энергетическая работа, потому что люди задают вопросы, а может быть, я смотрю ваши вебинары, или в обучении в школе, может на физику это отражаться? Конечно, потому что любая энергетическая работа, она влияет на физику. Это нормально, наше тело реагирует, мы живем в физическом мире. Видите, мы, как человек, у нас есть ментальное тело, и ментальное тело, оно как флешка. В нашем ментальном теле, это одно из наших тонких тел, вся информация, наши прошлые воплощения, наш род, наши поступки, наши мысли, все записано. И когда приходят новые настройки, когда приходят новые убеждения, когда приходят новые инсайты, новые энергии, в эти старые программы, то тело на физическом уровне начинает освобождаться от ненужного старого хлама. И в этот момент, бывает, да, физически у некоторых людей, бывают кратковременные трансформации на телесном уровне, небольшие головные боли, сонливость, тошнота, раздражительность, плаксивость, сопротивление, симптомы ОРЗ, могут даже домашние животные немножко прихворать. Это нормально, это происходит всегда при мощных трансформациях. Это не длится долго. Это тело пропускает новые энергии и настройки. Такое бывает. Но это быстро проходит, и затем и тело имеет другую светимость, другую структуру, и все чудесно происходит. Дорогие! Дорогие!